Подходи, налетай. Из аварийного и ветхого прямиком в новостройку. Программа развития застроенной территории работает еще с 2014 года. Главная проблема в том, что не каждый раз дом, который собираются перестроить, аварийный. Дом этот у нас, нам сделали с фундамента, начали делать с фундамента. В 1984 году мы сюда. Я бы уж не сказала, что он ветхий, тем более аварийный. Вдруг мы узнаем от 16 февраля 2016 года, что он аварийный. Соседний дом по улице Гагарина уже снесли по действующей программе. Жители с радостью переехали из аварийного жилья. В бараке напротив картина совсем другая. Там был аварийный, он был печное отопление, там был аварийный, там лестницы исхудались, там не было даже канализации, вся затопилась. Тут был аварийный, там никто не спорил и выехали. Мы живем здесь вот так вот, у нас тут вода горячая, у нас тут капитальные ремонты прошли. Но то, что в подъездах грязно, это жеву, наши жеву, не дают нам уборщицу. На вид неказистый барак изнутри выглядел совсем по-иному. Квартиры у хозяев опрятные и чистые, со всеми удобствами и бытовой техникой. Никаких признаков не то, чтобы аварийности, даже отсутствие банального капремонта. Разве такие квартиры можно сносить? Потолки высокие, кубатуры у нас высокие. У нас, посмотрите, деревья 30 лет стоят в окно, птицы щебечут. Разве тут каким-то пахнет грибком? Или он аварийный? Я пришел позаведовать таким квартирам, как в нашем доме в новостройках. Почему же застройщику настолько важны оба дома? Все дело в том, что на месте двух бараков на Гагарина планируют возвести огромный многоквартирный особняк. Проект выглядит впечатляюще. Такой дом с легкостью мог бы украсить городской пейзаж. Да и застройщик предлагает место для переселения жильцов. Для желающих остаться в том же районе, у нас было очень хорошее предложение, оно есть на сегодняшний день. Остаться прямо практически на том же месте, но спустя некоторое время, поскольку дом еще должен быть построен. Нужно немножко подождать, нужно где-то временно пожить. Возможно, это будет съемное жилье, возможно, это будет жилье, то, которое есть также у собственников, другое какое-то. Если это съемное жилье, конечно же, расходы по оплате аренды за это жилье берет на себя компания-инвестор. Да вот только, по мнению жильцов, застройщик на время строительных работ не в состоянии выделить достойный аналог жилью нынешнему. Черновые варианты новостроек не идут ни в какое сравнение с тем, что они сейчас имеют. Да и часть домов находится далеко не в центре города. Будамон Хоев, Александр Лупсанов, первая альтернативная.